С вами наша гостья, и со мной она уже здесь, в студии. И сегодня мы предложим очень интересный вариант самореализации для тех, кто любит заниматься творчеством. Каким? Говорим мы о документальном кино. Все знают, что в сентябре, в этом году с 17 по 21, в нашем городе пройдет международный фестиваль документального кино «Флэртиана». И в рамках этого фестиваля пройдет лаборатория документального кино, она называется «Лэдс Док». Так вот, до 28 июля принимаются заявки на эту лабораторию. И подробнее о ней нам расскажет Ольга Авергеева, программный директор «Лэдс Док». Ольга, приветствую вас. Здравствуйте. Итак, впервые прошла такая лаборатория в 22 году. Скажите, пожалуйста, почему вы ее придумали, для кого? На самом деле лаборатория – это такое логичное продолжение питчинга, который уже много лет, по-моему, с 15 года проходит на «Флэртиане». И лаборатория прошлого года – это было такое углубление именно в эту сферу, в сферу презентации проектов. То есть, если раньше это был питчинг с очень небольшим количеством дней тренинга, то лаборатория – это было уже несколько сессий, когда ребята приезжали в Пермь, они здесь учились у мастеров длительное время и затем представляли свои наработки на экспертном совете. В этом году кинолаборатория немножко поменяла свой формат в силу обстоятельств, связанных с бюджетом в первую очередь. Мы, к сожалению, не получили гранты на эту историю, но нас по-прежнему поддерживает Министерство культуры Пермского края. И поэтому мы проводим лабораторию в формате интенсивов. То есть, это будет несколько, около четырех интенсивов, тоже разных деятелей документального кино и российских, и зарубежных. И мы в этом году делаем акцент на монтаже, потому что кажется мне, и я думаю, что это не безпричинно, что монтаж в документальном кино – это вообще средство драматургическое. Безусловно, безусловно. Ольга, так все-таки, вы сказали, ребята заниматься будут. Кто ребята? Кого вы ждете на лабораторию? Мы ждем молодых документалистов. У нас до 35 лет есть возрастной ценз. И на самом деле со всей России. Вот мы сейчас уже получили некоторое количество заявок, и там представлена очень широкая география. Там есть и Саратов, и Йошкар-Ала, и Архангельск, и Красноярск, и Москва с Санкт-Петербургом, естественно. Вот есть и пермские заявки, есть и заявки из края, что очень, мне кажется, приятно. Скажите, пожалуйста, кто подходит под это определение – молодой кинодокументалист? Потому что, может быть, кто-то вот сейчас смотрит и говорит, я хочу снять фильм, я снимал ролики, вот сейчас хочу снять фильм. Вот он нам подходит очень. Без опыта как раз, да? Необязательный опыт съемок фильма. Мы тоже, это отдельная категория, да, для нас молодой кинепотографист. Это человек, который либо не снимал вообще документальное кино, но хочет, да, вот, но был в какой-то сфере около киношной, например, вот. Либо это человек, который снял один или два уже фильма короткометражных, либо один полнометражный. То есть это дебютанты все равно. Даже если они уже что-то сняли, то это небольшое количество фильмов. А фамилии мастеров уже известны, кто будет их обучать? У нас есть предварительные договоренности, но мы пока официально это не объявляем. Но поверьте, это люди, у которых очень классно и здорово учиться. Например, так, приоткрою чуть-чуть завесу, это будет режиссер монтажа из Индии, который, чей фильм прошел на очень много крупных фестивалей, в том числе и европейских, и в том числе и международных. И, кроме того, он преподаватель в Индии, в институте, он заведующий кафедрой именно монтажа. Поэтому, мне кажется, что такого специалиста только в Перми и можно поучиться будет в это время. Конечно, да-да-да. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы до 28 июля принимаете заявки. Как будет проходить отбор из этих заявок? Ну, отбор у нас всегда осуществляет отборочная комиссия, и комиссии есть там 3-4 человека. Самый важный критерий – это мотивационное письмо. Поскольку мы в этом году не работаем над конкретными проектами, а даем, наоборот, какие-то основы, то мы не принимаем фильмы и их оцениваем. Хотя можно прислать свою фильмографию, но в первую очередь мы оцениваем то, есть ли реальная причина у человека, почему он хочет попасть на нашу лабораторию. И вот уже пришло несколько заявок, и очевидно, что люди, которые, например, записывают видеообращение в качестве мотивационного письма – это всегда такой огромный бонус, потому что ты можешь и посмотреть на человека, увидеть, как у него глаза горят, и он действительно… почувствовать его желание. Поэтому вот мотивационное письмо является основным критерием отбора. Ну что же, я думаю, что мы будем открывать для себя новые имена, равно как и вы. А вы, конечно же, таким образом воспитываете себе плеяду новых участников флортианы. Ольга, спасибо, что вы нам об этом рассказали. Надеюсь, что наши зрители услышали и теперь забросают вас заявками. Хорошего дня. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Ольга Аверкиева с предложением. Если вы уже пробовали себя в роли документалиста, либо вы работаете где-то в этой сфере и хотите снимать документальное кино и научиться, самое главное, монтажу этого кино, отправляйте заявку на лабораторию документального кино «Летс Док». Успевайте сделать это до 28 июля. Ну и вся информация, как вводится в интернете на площадках лаборатории документального кино.